Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Мы продолжаем нашу рубрику «Учиться у капиталистов». И сегодня у нас обзор речи Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме 2018 года. Пока видео на паузе, начнем с того, что мы видим. Все синее, цвет либерализма синий. Правда, people в нем сидит черный, намекая на главную сущность финансового капитала. Маска-то синяя, а сущность финансового капитала черная. Я надеюсь, не надо мне вам объяснять черный цвет чего, в какой противоположности либерализма в мелкобуржуазной идеологии. И в просто буржуазной идеологии. Дальше, что мы видим по знакам и символам, это парусник на монете, так сказать, золотой, да, белый парусник. Кстати, такие представители авангарда класса капитала, инвестиционные различные компании, такие как Blackrock. Ну, Blackrock там, по-моему, вообще нету никакого символа, просто название Blackrock. А Vanguard и State Street, они имеют на себя изображение парусника. У Vanguard он присутствует в качестве багрового, фишневого возможности. Ну, красный, красный доминантный цвет. И у State Street это голубой цвет. Что такое в целом парусник? Парусник это символ экспортно-импортной модели экономики. Это символ освоения колонизации, так сказать, Америки, открытия новых морских путей и так далее. Это символ новаторства, исследовательства, первооткрывательства. Вот, что мне очень нравится парусная эра, парусники, они великолепны, они выглядят прекрасно. Те же галеоны, там, 16 века, каравеллы конца 15 века, даже фрегаты 17-18 века, это просто потрясающие корабли. Эпоха уже 19 века, там появились клиперы, да, клиперы, они ускоряли переброску, так сказать, вот этих вот всех ресурсов. Это, конечно, тоже очень важно и очень красиво все это выглядит. Но как-то мне уже не сильно заходит, потому что вот та вот авантюризм, та жажда приключений каких-то, которая была в 18-17 веке, да, она была тяжелая, да, она была достаточно страшная. Но она как-то более, что ли, будоряжущая разум, сознание, как это объяснить? Желание исследования, нежели в 19 веке, когда уже пик происходил роста капитализма и капитализм перешел в стадию покоя. То есть в середине 19 века, вот почему как раз таки, француз, по-моему, этот был, как говорит Кристин Лагард, в середине 19 века, после уже того, как появился термин коммунизм в 44 году, появился термин капитализм, потому что капитализм перешел в состояние покоя, он остановился. То есть у нас уже монополии, они вот начали дозревать, так сказать, и первые трасты, они как раз таки появились уже ближе к концу 19 века. Вот, но давайте ее послушаем. Ну, как обычно, лица мировой капиталистической закулисы, авангарда, ну, те, которые именно лица, ну, они часто тут присутствуют на таких вот всяких форумах и прочее. И, кстати, интересную вещь говорит, да, что 25% мирового ВВП является долгом. Не на что купить, деньги, денег наделали столько, а на что их потратить? Да не на что, а еще и долгов куча, а чем их покрывать? А кто будет нести за это ответственность? А какая солидарность? А вот вопросы, все вопросы. Ладно, продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, и капитал стремится всегда туда, где есть ресурсы. В Африке очень много ресурсов. Капитализм, он захлопнулся на планете Земля. А как его можно, так сказать, ну, сохранять в каком-то виде? Войны вести безграничные, бесконечные. Это одна из возможностей сохранять вот этот империалистический, монополистический капитализм. Как вариант. Вот тоже событие 2022-23, и сколько это продолжится с Украиной, тоже неизвестно. Это тоже возможность оттока капитала. Например, Блэк-Рок тот же и Венгард прибежали в Украину. Может, они за этим всем стояли? Ну, это так, это гипотеза, конспирология. Ну, в общем, что имеется в виду? Капиталисты, они-то создают вот эти вот все кризисы. Они, ну, как кризисы, конфликтные ситуации, военные ситуации, чтобы сымитировать получение прибыли и так далее. Вот идет война, вот нефтяра крутится. Ну, давайте туда ее отправим, сюда, туда-сюда, туда-сюда. А сколько денег на это напечатаем? Да какая разница, сколько денег на это напечатаем? По барабану. Ладно, слушаем дальше. The third cloud, that is probably the darkest one, is the determination of some to actually rock the system that has actually presided over the trade relationships that we have all undertaken and enjoyed to some extent over the last many decades. And that cloud, which would actually try to put a break on the terms, the rules, and the movement of goods and services around the world, is clearly one that we should be watching. And one that is, as the presidents before me have indicated, largely based on the confidence. Ну, по сути, я немножко перепутал, наверное, местами. Я в том, что капитализм накрылся медным тазом, империалистически это, да, или кроник капитализма. Не важно. Суть-то остается одна, это эксплуатация человека человеком. Тут как бы, да, через трансферную цену образования ты можешь навязывать до бесконечности пролетариату все что угодно и цены на рынке, да, и потребности особенно. Но та ситуация, в которой сейчас он находится, в загнивающем положении, она, да, она раскачивает капитализм. Она пошатывает и власть имущих финансового капитала, а особенно кем? Новыми деньгами. Новые деньги появляются? Появляются. Они старым деньгам вообще не нужны. Россия, как я promised президент Путин, Россия, и я могу поговорить о том, потому что мы просто выполнили ровно русский экономия. Россия, которая, как я уже говорил, у меня расчет в отсутствии, у нас появляется макроэкономика программа, что можно подумать о. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова спасти невозможно на всей планете земля но его можно спасти точечно а точечно это как швейцарии например лондонщина сингапур гонконг и так далее может быть спасен вот так ладно благодарю за внимание такая короткая такой короткий обзор того чего увидел того чего услышал на галстуке я внимание сильно не обращал но обычно цвет галстука тоже что-то означает всем всего хорошего